Вот выглядит рак легкого, центральный рак легкого на компьютерную томографию. Это светлое пятно на темном фоне и есть злокачественная опухоль. Такие снимки рентгенологи онкоцентра описывают каждый день. Только в прошлом году диагноз рак легких услышали почти 700 жителей Тюменской области. Чаще всего эта болезнь выбирает пожилых мужчин и курильщиков. Все эти курительные приборы, кальяны, электронные сигареты, они несут вред здоровью. Также это вредные производства, это какие-то токсические вещества, это различные шахты, где люди вдыхают пыль. Лечение рака легкого – дело нелегкое. Тем не менее, врачам приходят на помощь современные методики. Например, таргетная терапия – это препараты, которые выявляют и уничтожают только раковые клетки. Число этих таргетных препаратов постоянно растет. Таргетная терапия – это такой персонифицированный подход к лечению злокачественных новообразований, в том числе и к раку легкого. А это уже другое отделение. Здесь с раковыми клетками борются с помощью радиации. Главный помощник врачей находится за этой железной дверью и чем-то напоминает космический корабль. Внутри аппарата пациент будет всего пару минут. Его уникальность в том, что прибор облучает только опухоль. Здоровые клетки не трогает. Это стереотаксис, радиохирургия, подведение высоких доз целенаправленно к опухоли. Это, наверное, уровень Европы, Америки, Израиля. То есть мы можем все. Эти и другие методы лечения Юрий испытал на себе. Два года назад он тоже услышал такой диагноз – рак легких третья стадия. Как мог, сражался с болезнью. Первое лечение сразу же мне назначили химиотерапию, жесткую химию, 6 курсов. Каждый 21 день по 6,5 часов. После этого уже 30 облучений было. Ну, прошел соск, но зато живой. Сейчас Юрий в ремиссии. Каждые три месяца ему все равно нужно навещать своих спасителей. Впрочем, медики говорят, что рак легкий гораздо проще вылечить на ранней стадии. Выявить болезнь, кстати, несложно. Для этого нужно хотя бы раз в год проходить флюорографию. Дарина Яранцева, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.